Наступает минута молчания. Дед моего мужа буквально в преддверии 9 мая в этом году был найден в братской могиле на территории Польши, тогда это была территория Германии. Мы узнали, что он, считавшийся без вести погибшим, на самом деле умер 8 февраля 1945 года. Для многих людей страшное слово «война» известно лишь из учебников истории и рассказов родных. А Владимир Песоченко – непосредственный участник боевых действий на Северном Кавказе. Сегодня он руководит Ленинским отделением боевого братства и знает, как важно, чтобы новые поколения не забывали о подвиге советского народа. Кто столкнулся с войной, тот понимает, что это, как говорится, выцарапано на наших сердцах в памяти о том, кому потеряли. Детишкам мы просто объясняем поколению новому, что надо беречь то, что у нас есть, и дорожить то, что нам дается. Это самое главное – любить друг друга и любить ближнего. После возложения цветов к вечному огню дети войны почтили память погибших, запустив по воде венок со свечами. Этой традиции уже 15 лет. Это очень хорошая традиция. У нас собираются люди, старики, пожилые, очень эмоционально, слезки бывают всегда, потому что, конечно же, вспоминать ту эпоху, когда началась война, мы все были детьми, это было очень трудное время. 22 июня – страшный день в истории России. Сегодня все ее граждане скорбят по своим соотечественникам, которые ценой собственной жизни защитили родную страну. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.